привет всем зрительницам подписчицам подписчикам нашего канала сегодня мы снова с вами встречаемся и будем мы рукодельничать сегодня я вам покажу идею как изготовить вот такую подвеску среди вас наверное есть любители что-то смастерить своими руками вот данная идея это моя идея даже если я посмотрела у каких-то иностранных блогеров которые делают поделки что-то похожее то я все равно притворила жизнь уже так как я вижу и в своей технике в своем исполнении ну и хочу вам сказать что в принципе вы такую подвеску можете сделать из того что могло бы оказаться на мусорке и я вам сейчас это докажу и покажу ну а что касается самой подвески вы можете ее как веночек повесить вы можете повесить над дверью на над окно можете повесить на любом гвоздике крючочки которые у вас есть на зеркале тут как говорится фантазии очень много может быть куда можно применить обратите внимание она двухсторонние то есть двух сторон сделано но и сейчас я вам расскажу как же я его делала и когда мы можем его использовать но сердечко в принципе здесь соблюдена форма сердца в такой вот как бы 3d форме трудно сделать сердце но чтоб четкие формы были но у меня что-то похожее получилось такое сердце можно дню святого валентина просто как весенний как летний декор может быть из чего это все было сделано вы не поверите и вам сейчас покажу вот такая вот блога где мы можем такую бумагу встретить в облунных коробках этого этого вида бумаги существует много и для одежды и для обуви для каких-то аксессуаров причем они могут быть просто белые как мы здесь видим они могут быть розовые с каким-то принтом с рисунком и так далее и они могут быть помягче они могут быть чуть поплотнее обратите внимание вот эту бумагу вы чаще всего либо выкидываете либо используете но ту же самую обувь вы можете набить зимой чтобы форму держала а я придумала делать из такой бумаги розочки из которых я сделала вот эту подвеску значит если вы присмотритесь то вот как раз из разных видов бумаги даже иногда тут принт у нас прослеживается с наборе или вот здесь например но эта бумага еще сверху покрашена значит что нам нужно для работы во первых вам нужно найти ваших коробках такую бумагу если вы не выкинули я думаю что среди зрительниц которые смотрят данные видео в том числе и у меня на канале есть те которые очень тяжело расстаются с вещами и своего рода такие накопительницы по жизни я сама отношусь к такому числу в моем окружении тоже очень много таких людей нам что-то выкинуть это я не знаю какой нужно шаг сделать поэтому мы копим вдруг это когда-то пригодится ну и как показывает практика это может пригодиться значит нам нужно вот эта бумага нам нужны ножницы чтобы резать эту бумагу нам нужен клей чтобы клеить эти сердечки но если вы надумаете эти сердечки разукрашивать как у меня тон придать то что я вам советую можно использовать старый ненужный лак вот например у меня есть лак даже если он у вас подсух вы его можете развести чтобы он жиденький был вам не принципиально чтобы он был свежим вы можете вот старый использовать именно для того чтобы цвет придать для данного сердечка но что-то в розоватых оттенков должно быть но можно любой лак использовать я вот в качестве примера я вам начала уже розочку делать готовясь записи видео я вот например разукрасила таким лаком почему лак хорошо вот если вы посмотрите он блестит блестит блестки такие оттенок как у лак он нам будет придавать блеск и нам нужны обычные перышки от наших курочек вот мне кстати эти перышки подарил один знакомый от своих домашних курей я собрала я сделала несколько веночков и декоративных таких подвесок с вот этими перьями но тут они у меня разноцветные посмотрите и пестренькие есть всякие ну конечно для этого венка мне только белые подойдут а пестренькие могут на какой-нибудь пасхальный венок пригодится сейчас я вам расскажу чего нужно начать эту работу но во первых вам нужно подготовить основу на которой вы будете клеить эти розочки вы вырезаете из картона ненужного любого картона что-то похожее на сердце то есть вам нужна основа куда вы будете клеить сделали затем дальше вы берете вот эту бумагу и режете я чтобы не шуршать особо сильно я уже как бы подготовила а теперь смотрите дальше уже не принципиально какой толщины она у вас будет единственное замечание если она у вас будет тонкая то розочки будут поменьше получаться если вы отрежете побольше у вас они будут вот побольше получаться что мы делаем дальше вот таким образом я вот так вот скрутила петельку а потом начинают в произвольном порядке вот так вот скручивать как будут получаться как вы хотите так и делайте но розочка же должна на чем-то держаться поэтому мы берем клей и с обратной стороны вот эти вот все места где мы будем скручивать мы смазываем клеем и потом смотрите вот мы скрутили и дальше на эту поверхность где у нас клей мы вот так вот наматываем вы можете вот так вот перегинать тогда у вас форма розочки немножко другая будет вы можете в свободном полете делать вот эти завитушки как вам нравится как у вас будут получаться все равно розочка потом она приобретет форму розы все равно она будет похожа на цветок и вот вы таким образом каждый раз смазываете клеем и вот так вот эту розочку делаете и вот вы крутите крутите соответственно вы видите чем больше у вас будет вот этот кусок бумаги тем у вас вот эти бортики будут если у вас вот здесь будет часть вываливаться здесь клеем вот так вот подложите вот именно для этой бумаги клей-карандаш очень подходит потому что хорошо берется крепко держится а если даже потом у вас со временем это немножко расклеится но подклеить и ничего страшного нет и вот таким образом вы все время крутите крутите единственное что неприятно в этом что то что клею вас может на руках оставаться ночью страшно подойдете помоете под краном сам процесс интересный сидите и крутите эти розочки вот до какой величины нужно эту розочку крутить но какую хотите хотите маленькую можете остановиться больше хотите значит берете следующий кусок отрезаете и потом уже дальше доводите до того размера который вам нужен вот в принципе я вам показала как делается эта розочка если вы не хотите чтобы у вас вот эта дырочка тут было но значит начните поуже как-то сделайте вот это место либо вот здесь вы можете потом какие бусинки приклеить или какой-то цветочек там уже фантазии как говорится путь большой дорога длинная как хотим так и делаем и вот после того как вы сделали вот такие розочки причем я вам советую сделать их разной величины когда они будут разной величины они будут смотреться совершенно по-другому можно одинаковое сделать тогда у вас будут из мелких но и потом вы начинаете на эту форму наклеивать заполняя пустоты и вот там где у вас форма вы сначала сделали например каркас вот по бокам а потом дальше уже начинаете обклеивать но и смотрите как у вас там рисунок вырисовывается в вашей этой декоративной подвески почему я сделала с двух сторон но мне показалось что если это будет висеть на каком-то гвоздики или крючочки то все равно от воздуха она будет шевелиться и когда она будет поворачиваться не совсем красиво что будет картонка поэтому вот у меня с двух сторон ну что со временем конечно бумага может немножко потерять свой оттенок поэтому я и предлагаю вам сверху покрасить это либо лаком вот я начинала с того что советовал лак потому что он блестит либо я здесь еще делала обычные акварельные краски которые в том же самом фикс прайсе для детей для рисования в школе продаются я брала розовый цвет и просто краской разрисовывала ну просто бы розочки без перышек это бы не было так воздушно поэтому я решила приклеить сюда перышки и получилось у меня вот такое вот сердечко я думаю что идею можно использовать не только вот для такой подвески можно абсолютно разные формы придумать главное как это делать и вы видите что это делается буквально из ничего то есть бумага которая идет на мусорку мы раз делали розочки перья но перья только для декора используются уже перья не имеет такой актуальности как может быть раньше в какие-то года они нужны были то есть допищу их нужно найти то есть перья можно найти только где-то в деревнях маленьких городах где корее держат то есть проблема либо декоративные купить магазинах с декором для творчества тоже перья продаются ну вот у меня натуральные такие перья мне их тут хватит надолго и вот с ними ничего не происходит посмотрите они вот свеженькие ничего тут у них такого нет ленточка сверху у этого декора ленточка сверху подбирайте под цвет и тоже приклеите на клей карандаш можете приклеить главное что вы знаете из чего это можно сделать а как потом это будет выглядеть вот какой конечный продукт у нас получится уже все зависит от вашей задумки причем у меня часто бывает так что я начинаю что-то делать и я не знаю что получится в финале то есть для меня это иногда бывает открытием каким-то и некоторые вещи настолько на них я смотрю с другой точки зрения не с самого начала процесса уже по финалу думаю неужели это мысль могла возникнуть у меня в голове как я могла ее реализовать но вот так наверное бывают у творческих людей что идея потом процессе перерождается в другую идею и получается что-то чему даже иногда сам удивляешься я думаю что это вам было полезно большое спасибо что потратили время послушали ничего сложного в этом нет главное захотеть а те люди которые это любят они смогут это сделать это все очень легко причем вы это можете даже со своими детьми сделать есть девочки которые в начальной школе по девочке подростки которые занимаются рукоделием и ручным трудом вот можно предложить вместе с вашими детьми такое сделать поэтому возьмите эту идею на вооружение всем большое спасибо за просмотр данного видео за интерес всем добра счастья здоровья и до новых встреч